В наших выпусках мы нередко рассказываем о профсоюзном движении в Тверской области, его деятельности, лидерах, акциях. Представители этой организации становятся гостями наших студийных программ. И сегодня наш рассказ о том, как 3 ноября Федерации Тверских профсоюзов прошел конкурс «Молодежный профсоюзный лидер-2023» имени Татьяны Смирновой. Об этом подробнее в нашем следующем сюжете. Конкурс проводится по двум номинациям. Молодежный профсоюзный лидер среди работающей молодежи и среди студентов. В конкурсе приняли участие председатели первичных и цеховых профсоюзных организаций, председатели молодежных советов, комиссий при правкомах, предприятий и организаций в возрасте до 35 лет. Федерация Тверских профсоюзов имеет молодежный совет, который работает активно. Молодежи уделяется очень пристальное внимание. Это определенного рода и мотивация, определенного рода развитие всех тех обязательств, которые возложены законом на профсоюзы. Это защита социальных, трудовых прав, развитие социального партнерства и так далее. Все конкурсанты имеют опыт профсоюзной работы и участия в деятельности профсоюзной организации не менее одного года. Конкурс состоит из двух заданий, направленных на выявление профессиональных и лидерских качеств. В домашнем задании участники продемонстрировали самопрезентацию достижений первичной профсоюзной организации, молодежного совета или комиссии при профсоюзном органе и ее лидера. Федерация Тверских профсоюзов проводит этот конкурс, чтобы выявлять лидеров образования, лидеров профсоюза. И для тех людей, на которых мы можем равняться. Поэтому этот конкурс очень важен. Профсоюз всегда готов помочь, протянуть руку даже в работе в вузах, в каких-то предприятиях. В конкурсном задании «Правовая ситуация» нужно было разобрать две ситуации с опорой на трудовое законодательство и на законодательство о профсоюзах. Первая ситуация включает в себя вопрос на знание основ трудового законодательства. Вторая же связана с 75-летием образования Калининского областного совета профсоюзов 1 ноября 2023 года. А также на знание истории развития Федерации Тверских профсоюзов. Я очень благодарен, что подобные конкурсы продолжают жить и существовать. Это особенно важно сейчас, когда многие вопросы к деятельности молодежи, создание движения первых, профориентация, награждение победителей у нас в области делается. И все это делается благодаря позиции нашего губернатора Игоря Михайловича Рудани. Сегодня мы понимаем, что необходимо развивать профсоюзные движения в России и делать акцент необходимо на молодежи. Конкурсу предшествовало выдвижение кандидатур членскими организациями Федерации Тверских профсоюзов. Победители конкурса награждены кубками и премиями имени Татьяны Смирновой.